ты тут поешь да у нас на улице очень тепло уже 19 градусов с утра я еду на работу блин смотрите от ветра у меня вся клубника вот так вот пожухла но ничего очухается мне кажется прикиньте какой ветер вот открыла все чтобы проветривалась люблю проветрить когда проветривается помещение прям не знаю мне как это глоточек воздуха ой надо телефон приготовить в общем в том плане что фотку чтобы найти потом ее не искать это пропуск блин пропуск и приготовить свое данные но это вот карточку как это кто я такая готовимся везде пакетики у меня в каждой сумке все мама макай и не забыть пристегнуть вот этого друга да и в путь дорожку да как это новая реальность ну вот я так готовилась делала там разные фотки ни одного гаишного поста думала пообщаюсь с умными людьми но нет никто не остановил даже на моем пути ни одного полицейского не встретила но мне кажется даже машин еще больше чем вчера было вообще в городе вообще там очень знаете телевизор этот дурацкий только тебя пугает всеми этими да не только телевизор фейсбуке я прочитала там и наша мэша то ой постыга и но может быть завтра то и точно будут потому что я учитала что на пляж которые ведут дороги на пляж туда там будут перекрыты закрыты короче не удалось мне пообщать с товарищем полицейский но я готовилась я была готова ну ничего в общем пошла работать какая красота голуби там сидят пьют водичку блин купила я этот себе гигиеническую помаду она с каким-то горьким привкусом не пойму что за горький привкус какой-то невкус не вкусная помада гигиеническая очень тепло у нас сегодня там смотрю никого нет все рано я даже пораньше выехала то чтобы пообщаться но никому я не нужна что-то продают а нет это говорят что вон кстати это стоит стоит на балконе он там не видели наверно в красном ну которые болеют это сообщают что единственный вход и выход из этого городка но по которому я проехала главный вход день кого нет ни поста не полицейских никого поможет быть к обеду скажет кто с утра на пляж поедет вообще как как это знаете как в фильмах какой каких-то ужасах ездят машины сообщают что опасно находиться на улице в общем да ладно нет мы день начнем с позитива потому что потому что там потому что смотрите какое солнце и какая жара как классная кстати в майке там представляете так что кофту я это наверно сейчас сниму и буду наслаждаться витамином д взялась себе маску вчера вот такой вот думаю она меня будет очень вот это вот который не пропускает 95 процентов ни туда ни сюда и в общем не ты заражаешься не тебя не заражает думаю на работе буду ее носить она меня будет защищать потом такая смотрю а это что думаю офигенно на меня будет защищать дырка прям в том самом месте где может где находится нос вот такая вот маска слушайте так это знаете какая это это как это кита мультас штрафы убираю для штрафов хочешь надеть надел идешь типа такая маски а чё ой блин и смех и грех вот смотрите на работе такая надела ее но вы чуть не пойму чуть такой дырка прям прям где нос вот так вот два евро друзья это масочка стоит коту под хвост и кстати я ее покупал давным-давно в аптеке так вот до чарли как всегда в своем любимом месте чарли тебе удобно удобно да что мне делать я не знаю полюбила и страдаю от чего страдания сейчас мужчина пришел ко мне клиент говорит ой как ты проехала полицейских много не горня того как это так я говорю вот так не захотел меня никто проверить приехала валь кампу за кое-какими продуктами никто меня тоже нет никаких постов ничего может быть завтра сегодня первый день блин тележка мотыляется пойду зайду здесь все лицо и тележечкой захожу но вот на заправке ой на заправке на парковке кстати заметно что меньше народу я спокойно наслаза про заправку длина 5 парковку вот обычно ставлю неположенными есть у нас же в воскресенье праздник всех святых вот видите цветы надо носить им туда 10 евро букеты стоит вот такие вот так не нужно там мясо кое-какое купить в общем надо лезть в список так что я отключаюсь я отключаюсь от зимы я тебя на полпути занесла продукты и поняла что думать что-то не открытый осталось потом сама закрылась сумму забыла с телефоном со всеми делами поэтому быстренько сходила была бы машина рядом с домом хочется мой аутфит на сегодня кофточка моя любимая но мне так нравится такой цвет мятный какой-то прям интересный в общем так вот сейчас пельмени сварю поставил даже уже воду пельмени рыбные я сметану купила я такую сметану не брала я обычно маленькие беру а тут взяла большую банку 30 процентную но не все по-моему но не все там в общем вода уже накипит во всю сейчас засыплю вам дорасскажу поставила варить пельмешки в общем вот что тут купила у меня туда даже где-то чек валяется вот смотрите хотя пресс тут все написано например мясо мы хотим ой так как у нас тут треш творится в стране скажем так в общем решили что выходные вернемся к нашим этим как раньше помните на карантине мы делали барбекю каждое воскресенье на крыше в этот раз но у нас не как бы можно передвигаться туда-сюда ездить но вот по нашему городу и за пределы небольшие города но по барам также можно шататься но решили что нехер шататься лучше перебдеть и вот решили барбекю сделать вот на барбекю я взяла вот такой вот мясо вырезка очень мягкая за вчера варила омлет ой делала омлет на пара на пару вот стоит агрегат пароварка надо убрать и вот килограмм стоит 7.99 по-моему со скидкой уже было предложение вот кусок такой я прям знаете на жарю шашлыка вот и буду целую неделю вылопать к нему взяла кефир такой вкусный кстати кефир он у нас рубль 45 по моему стоит если я не ошибаюсь и до рубль 45 еще я на барбекю взяла мужу вот такие вот штуки стоят с разной колбаски вот тоже для барбекю видите уже стоит 775 килограмм на 3,17 вытянула вот бананы взяла это в основном тоже муж ест канарские рубль 52 а себе взяла хурму оно стоит килограмм рубль 15 у меня тут четыре штуки на рубль вот сметана которую я вам говорил сейчас мы с вами попробуем здесь вот что-то даже знаете с монтана ну что-то похоже даже что это в общем ну поняли вы творожный сыр обожаю вот такой творожный сыр такой вкусный и вот из этого это как творожная смесь я из делаю запеканку шатая машине запеканку с манкой пол яйца и вот хочу не с манкой делать а взяла вот кукурузную муку именно муку потому что есть крахмал вот например сейчас укажу вот это вот крахмал аренофина демоэйс а это вот именно потому что он там видите такой ну крахмал а это именно мука как манка вот хочу вот вместо манки добавлять муку и вот такой взяла еще помню в россии ела мне очень нравилась фасоль вот такая можно знаете придумать что-нибудь и когда-нибудь мне кажется не уже сварились и например кусочек мяса и вот этой фасольки очень вкусно должно быть она и масло оливковое взяла в общем как то так вот эта штука стоит 209 а 205 крем францесса сметана стоит 256 пол литра так вот эта мука стоит рубль восемьдесят девять здесь килограмм что еще вам сказать а я еще черешню взяла черешня 300 грамм рубль тридцать девять сладкое написано но она уже в заморозке написано сладкое посмотрим знаете тоже добавлять какие-нибудь десертики чути мой поет слышите у нас все открыто в общем вот такие покупки есть буду кушать свои рыбные пельмешки со смятаной всем приятного аппетита смотрите какая шикарная сметана прям деревенская очень вкусная такой нежный вкус очень вкусно всем советую сметану не йогурт греческий не какой то еще там потому что многие кто живет в испании типа купила сметану она сметане написано греческий йогурт йогурт он и в африке йогурт ой сметанка как вкусная чути ты тут поешь да сегодня утром стою он прям распивается распивается уже перья не так меняет в общем такой толстяк стал к зиме наверное совсем ты такой толстяк стал вообще да толстяк и он раньше весь желтый был а сейчас у него и крылья такие беленькие голова прям полностью под стало коричневой в общем у меня птичка самый красивый не вообще все животные самые красивые в мире не говорите что это не так это серьезно чарли уже пошел загорать он сразу лазить туда прям и загорает но стоит не съесть есть он тут как тут вы знаете пельмени я люблю с бульоном чтобы было прям много бульона вот сейчас покрошу туда укропчик и так будет вкуснее как суп некоторые суп варю варят и как-то из пельменей но нет а куда я ложку сегодня еще русские продукты должны вернее привезли вчера вот но но поздно говорит и в общем сегодня с подружкой говорим пойдем гулять возьмем с собой сумки деньги потому что он обычно мне звонит что мой заказ готов когда я уже домой подходит ну не домой а когда гуляю мне приходится идти домой потом обратно к нему а это я раз одним выстрелом подружка там тоже кое-что заказала все равно что-то охоты знаете такого вот я просто там дома полежу листаю плейлист в какую что у него там есть есть то хочется это хочется ой значит что у меня на десерт то будет мой десерт штуки две съем или три не знаю три наверное как раньше как-то я уж еще давно в прошлом году по моему мне кто-то написал что типа я три конфетки ем и ну так поняли из экономии из экономии вы знаете я не такой человек чтобы экономить на конфетах то есть как это объяснить если бы я сильно хотела их и если бы не это не из-за того что от них растет попа я бы всю коробку съела а чё там 150 килограмм ой игра я бы всю коробку съела и никакая экономия экономия или экономия денег мне бы не помешала просто знаете настолько мы все разные что у людей складывается разное впечатление то есть как от одно от одной какой от одного действия могут идти у разных людей разные впечатления представляете как это вот я думаю например об одном я вот об этих даже конфетах думаю как бы съесть две или три чтобы у меня попа не отросла а другого человек подумал что я таким образом хочу деньги сэкономить какие мы разные пипец всем приятного аппетита сидят все отдыхают как бы это не в последний раз было то есть не последние недели время 5 часа они сидят и пиво пьют с топами сидите сидите а мы идем гулять свежим воздухом дышать да чарли а потом за это пойдем как от села я его тяну тяну кстати помимо того что нам нельзя из города выезжать у нас закрыты все детские площадки также рынке закрыты видите детских площадках нельзя находиться рынке закрыты тоже в общем на террасах можно сидеть только 50 процентов в общем так вот жизнь наполовину опять началась но главное что можно гулять когда хочешь и в общем такое как передвигаться а не как это весной замуровали демоны ой ну я боюсь что нас замуруют потому что что то мне кажется это не такой уж и выход на морюшко наверное сейчас пойдем правда мы еще не договорилась не договорилась подружка куда именно но наверное на морюшко что-то хочется тянет на море тем более все мы сегодня на этой неделе последний раз не гуляем и парам парам тарам это кстати ежики морские смотрите сколько их много блин такое море классно хоть иди и купайся на море рыбаков немного засниму ой блин ой блин в общем в русском магазине я купила вот творог себе чтобы он у меня валялся в морозилке я его заморожу и знаете на сырники потому что это например запеканки все такие дела смотрите какая она прелестная сейчас покажу запеканочку вот я делаю из вот я сегодня какой творог купила я вам показала и очень замечательно получается кстати давайте посмотрим как оно там внутри и потому что я сделала мой тут летает зараза иди сюда сделала из муки кукурузной ой я сегодня разрыхлитель достала по это а что на вкус я вам завтра скажу ну должно быть вкусно смотрите он какой вкус такой прям разрыхлительным наверное такой стал пушистенький вот поэтому вот делаю кстати на вид не плохой Вот делаю из того, что купила А вот для сырничков творог Мне кажется, самое оно будет И вот хлеб Бородинский купила Хотела его порезать, он замороженный А он уже оказывается резанный Так что он отправляется в морозилку Обожаю рахат луком Купила Он что с орехом что ли? А с фундуком Ну ладно Внутри наверное фундук, завтра тоже попробую И 5 пломбира себе купила Мороженого Обожаю Мороженое Вот так Сразу в пакет вот такой положу И сразу положу В заморозку Блин, у меня в заморозке уже не помещается Вот я освободила место Сейчас уберу, потому что это надолго Походу Так, все запихала Пускай валяются в заморозке На сырнички Иногда знаете, хочется Здесь творог Такой зерновой продается И он как бы, знаете, как в йогурте плавает Вот, в России тоже такой есть Я видела И в общем Боже, ничего не помещается уже И в общем хочется иногда Такой тверденький То есть я его процеживаю Знаете, и вот И вот так Ну зачем, когда вот застало Все Лукомно спим Завтра попробую На ужин у меня сегодня Киуи А вот Морозилку Ой, в холодильник положила И забываю про него Что у меня там есть Нету В общем, я пошла кушать И монтировать влог Вот А завтра у нас суббота Посмотрим Посмотрим Может быть завтра Мне удастся поговорить С товарищами милиционерами Какими милиционерами? Полицейскими Вот Но сегодня все было спокойно Посмотрим Сейчас заодно новости посмотрю Сколько время-то Время-время Как раз они сейчас начнутся Хотя, знаете, не особых охотно смотреть Потому что ничего хорошего Все равно не скажут Ну ладно А вдруг скажут Надежда умирает последней Все самое лучшее Всем пока-пока